Здравствуйте! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Екатерина Иваненко. В этот день, в 1989 году, на Центральном телевидении вышла первая передача из цикла «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». В ходе нескольких программ Анатолий Кашпировский якобы вылечил от самых различных заболеваний 10 миллионов человек. Прошло 26 лет. Как показывает практика, в условиях кризиса, когда людям больше некому обратиться за помощью, они начинают верить в чудеса. Именно в этот момент тем, кто почти потерял последнюю надежду, свои двери открывают так называемые маги, гадалки и экстрасенсы. В рубрике «Главная тема» репортаж Марины Крохмоль. Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Что будет, знать и желают, но никогда не могут знать точно. У Алексея Волковинского два года назад начались проблемы в бизнесе. К гадалке отправился не узнать будущее, а спасти свое финансовое положение. Та пообещала приумножить капитал за несколько сеансов. Она мне обещала, что в течение, через два месяца у меня, в общем, ситуация выровняется, потому что она будет проводить какие-то ритуалы, что-то там делать. А причина, ну вот такая, что ничего я с этой причиной сам сделать не смогу. То есть только вмешательство, через послосторонние силы. Отдал 25 тысяч рублей, прошло полгода. Бизнес не наладился. Проблемы с финансами стали решаться, когда Алексей устроился на работу. Сама гадалка уверяет, обещанные миллионы придут, но не сразу. В кризисное время люди всегда отличались излишней доверчивостью. Неуверенность в завтрашнем дне, говорят эксперты, порождает тревогу, страх, опасения за свое здоровье и своих близких. Такими всегда легко управлять. Все мы помним всплеск оккультизма, который пришелся на времена перестройки, когда люди меньше всего полагались на общественные институты и больше искали помощи в волшебстве. Есть люди, которые используют ситуацию и начинают выискивать себе заработки. Сами находят тревожных людей, предлагают им якобы помощь актрасенсов. И люди, которые один раз попали к мошенникам, подсаживаются как на наркотик, что им говорят мошенники, закладывают квартиры, продают машины, продают квартиры. Дмитрий Ворон, как он сам себя называет, потомственный колдун, говорит, первый обряд провел в 13 лет. Приворожить, снять порчу, предсказать будущее, сделает, что клиент пожелает. Говорит, черная магия – основной способ заработка. Теперь появился дополнительный. Дмитрий организовал школу по изучению космоэнергетики. Помогает снять с глаз порчу, улучшить финансовое состояние. Кроме всего прочего, это техника по самооздоровлению, лечению других людей, развитию ясновидения. В отличие от биоэнергетики или лечения бабушкиными молитвами, мы лечим не своей энергией. То есть нас подключают в определенные каналы. Каждый канал имеет свое свойство. И потом мы эти каналы можем открывать силой намерения, либо в некоторых случаях это мыслеобразы, на другого человека, на себя, на животных, на растения. И просто быть как проводниками этого канала. Всего два дня занятий и 15 тысяч рублей. Из школы люди выходят с сертифицированными специалистами. Регулярно Дмитрий слышит слова благодарности от своих пациентов и пациентов своих учеников. Кто-то устроился на работу, у кого-то финансы в два раза увеличились. Я разные заболевания лечил, гастрит, кожные заболевания лечил, проблемы с желудком, с печенью и так далее. Федор Викторович Кондратьев – известный российский психиатр с многолетним стажем, заслуженный врач России. С черной или белой магией в своей жизни не сталкивался, а вот о гипнозе знает не понаслышке. Он овладел этой техникой в конце 60-х в Институте психотерапии, чтобы в дальнейшем помогать спортсменам различных сборных России контролировать свое эмоциональное состояние перед выступлениями. Говорит, действует гипноз не на всех. Важно, чтобы человек верил, что ему могут помочь. А дальше дело техники. Приходилось мне замещать жену в поликлинике. Она заведала в поликлинике, она болела. На операцию ложилась. И чтобы место рабочего не потерять, я замещал. Я же терапевт какой-никакой. Но я лечил их как бы гипнозом. Так я... Боль прошла, все, хорошо. Мне говорят, спасибо, уходили здоровыми. Я не скрывал, что я психиатр, что могу помочь вам с помощью гипноза. Правда, без помощи медиков ни один гипноз, ни один целитель не способен справиться с заболеванием. Хорошее самочувствие – лишь вера человека в то, что недуг отступил. Однако излечиться помогут только врачи и хорошее лекарство. Главное – это что? Без особого труда вы получите хорошее что-то такое. Не надо тебе ходить, лечиться, там, то-то и все. Вот я тебе доколдовала, ну, правда, ты мне денежку заплатишь, но ты пошел и выздоровел. Вот такого не бывает. Помогает и черная магия, но с обманом. Она может делать так, что вы почувствуете себя хорошо. Настолько хорошо, что перестаете ходить к врачам и обследоваться. Потом опять наступит у вас ухудшение, вы опять перейдете к врачам, но он скажет, что, дорогой, вы уже опоздали, то есть вы упустили время. Интерес к целителям и магам на Руси был всегда. В детстве мы верили в сказки и в то, что некий волшебный предмет или магическое зелье обязательно поможет в трудной жизненной ситуации. Теперь мы продолжаем верить в другие сказки. О том, что волшебным образом мы сможем решить проблемы в образовании и здравоохранении, что магические силы помогут выжить пенсионерам на ничтожную пенсию, о том, что курс рубля зависит только от цены на нефть и о том, что кризис в стране чудесным образом закончится сам по себе. Ох, вот эти сказочки! Ох, вот эти сказочники! Марина Крохмаль, Николай Домрин, Александр Тинянов, Красная линия. У нас в гостях сотрудник Центра имени Виноградова, психолог Анна Антошкина. Здравствуйте, Анна Сергеевна! Здравствуйте! Анна Сергеевна, создается впечатление, что в условиях кризиса, каких-то бедствий появляется все больше людей, так называемых одаренных сверхъестественными способностями, целителей, может быть, псевдочудотворцев, где-то устроителей человеческих судеб. И именно в последнее время наблюдается тенденция, все больше людей объявляют себя экстрасенсами. Скажите, пожалуйста, это только впечатление такое создается, или на самом деле есть такая закономерность? Вообще в условиях кризиса и таких глобальных бедствий у человека, вообще у общества появляется запрос, такой коллективный запрос на чудо. Человеку нужно как-то выжить, и он посылает все свои мысли в Вселенную, чтобы его спасли. Поэтому появляется такой всеобщий запрос на чудо, на спасителя. И, естественно, если возникает такой запрос, то возникает и коллективный отклик. Некоторое количество людей хотят спасителя, а некоторое количество людей, которые не справляются со своими проблемами, то они справляются посредством такой некой материальной отстраненности и уходом в изучение сверхъестественного. Анна Сергеевна, на Ваш взгляд, по какой причине люди очень часто обращаются при экстремальных ситуациях не к каким-то традиционным специалистам, будь то врач, юрист или еще кто-то, а именно идут к экстрасенсам? В последнее время такая тенденция наблюдается потому, что потеряно, в первую очередь, доверие к традиционной медицине. К сожалению, очень много докторов и врачей пользуются тем, что люди заболевают какими-то заболеваниями хроническими, неизлечимыми. И они пользуются этим в корыстных целях. Потеряно доверие также к психологам. Именно из-за того, что нет какой-то такой базы психологической, научной составляющей. Психологам сейчас у нас может стать практически любой. И при этом абсолютно где-то не учась. И, соответственно, в обществе есть подрыв, доверие к традиционным, к научным методам. И также люди хотят спастись. Естественно, они прибегают к каким-то чудотворным методам. Экстрасенсы, гадалки. Так как они больше им доверяют. Анна Сергеевна, не секрет, что и среди нетрадиционных, так называемых, целителей есть мошенники. Как отличить действительно одаренного человека от того, кто хочет просто нажиться на твоей беде? У мошенника есть одна задача, одна мотивация. Действительно, только нажиться. То есть любыми способами получить из человека деньги, материальные средства. И все его действия, все его слова направлены именно на это. То есть когда человек в условиях своего горя, кризиса, сталкивается с таким мошенником, то он постоянно слышит о том, что нужно заплатить деньги раньше, чем будет приведен сеанс. Все крутится вокруг оплаты. Оплата должна быть приведена или ранее, или это непрозрачно. За что человек платит? Могут быть завуалированные какие-то послания. Типа того, что нужно заплатить за некие травы, которые привезены из далекой страны. Из какой далекой страны. Непонятно, что это за травы. Это все очень завуалировано. И на любые уточняющие вопросы мошенник начинает еще больше устрашать обратившегося к нему человека. Анна Сергеевна, я благодарю вас за беседу. Я напоминаю, что гостем нашей программы была сотрудник центра имени Виноградова, психолог Анна Антошкина. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok